Эпидемия охватила многие страны мира, и в этих условиях, когда глава государства выходит невнятно, раз в какой-то период, то вообще непонятно, а для чего нам нужен глава государства. Более того, во всех этих странах выходят на первый план, кроме руководителей стран, министры, различные руководители. Я, знаете как, я вообще хорошо знаю, что происходит в Испании, во Франции, в Италии, в Америке, практически во всех ведущих странах мира. А в Казахстане у нас определил Такаев, что лицом, который будет озвучить, что происходит в Казахстане, Абаев. Это человек, который просто сообщает ту или иную информацию, и вы понимаете, что журналисты, если будут ему задавать вопросы по разным направлениям, по финансам, по экономике, он вообще ничего не ответит. Он просто засчитывает какие-то стандартные обращения, которые ему заранее были написаны. То есть, он абсолютно не профессионал. Ну, конечно же, это очевидно, так и должно быть, когда по всем направлениям должен выступать министр здравоохранения. Каждый день. Должен каждый день выступать санитарный врач. Должны выступать акимы областей. Должен выступать министр финансов, который будет говорить, что цена на нефть упала, ситуация вот такая-то. И если деньги в бюджете, должен выступать глава Национального банка регулярно и сообщать о курсе. Что мы сегодня слышим, в частности, о курсе? Что обменники у нас до 15 апреля закрыты. Как тогда люди будут понимать, какой реальный курс тенге, какая его реальная рыночная стоимость? Ну, как? То есть, вы видите, что действующие правительства, Ну, будем говорить сейчас о нашем, так называемой, ель-басы, или, как бы он называет сейчас, бункер-басы, который спрятался в бункере, мы по нему будем отдельно говорить. Будем условно говорить, что это правительство Такаева. Итак, что мы видим? Выходит Такаев, выпученными глазами, читает заученный текст. И внешне, когда просто текст слушаешь, ну, мы же привыкли, что они что-то говорят, но и особо не анализируем. Но сейчас не то время, мы сейчас должны анализировать, понимать, потому что от этого зависит ваша жизнь, ваше здоровье, безопасность. И поэтому, конечно же, нормальным государством и глава государства должен выступать каждый день, кто такой Трамп и кто такой Такаев. Ну, Такаев, как мы знаем, никто. Но Трамп выступает ежедневно. Правительство Франции, я их вижу на экранах каждый день, министры. Это с каждой ведущей страной. Почему мы видим Такаева только в раз в какой-то период, делающий заявление? Почему мы не видим других министров? Почему мы не видим руководителей тех или иных ведомств? Почему мы не слышим, как себя будет вести курс? Какие прогнозы? Почему мы не слышим министров сельского хозяйства, который должен говорить, есть ли действительно у нас проблемы с будущей продовольственной безопасностью? Хотя вот я, например, знаю, что сейчас выступили министры сельского хозяйства Германии, Франции, Италии. Они все говорят, что осенью будет опасная ситуация. Ну, в частности, в Италии из-за того, что они объявили карантин. Сезонные рабочие, которые приезжают из соседних стран, ну, более бедных, скажем так, они не могут выйти на поля, не могут проводить работу. Собственно, сами итальянцы не могут выйти на работу, потому что объявлен карантин. Я знаю, что осенью будет продовольственный кризис. Уже по этому поводу существуют серьезные экспортные заключения, очень серьезные. Эти же проблемы у немцев, эти же проблемы у французов, которые являются крупнейшими производителями зерна в мире. И сейчас, когда тот самый сезон, когда должны проводиться работы, получается сезон карантина. Что будет с продовольствием? Где наш министр сельскохозяйства? Почему премьер-министр не говорит по этому поводу своей позиции? Очень много странных вещей происходит. К сожалению, мы все понимаем, что сейчас недееспособный президент, недееспособное правительство. И чем раньше мы это зазнаем, тем быстрее мы будем самостоятельно выживать.